Инвестиционные проекты в действии. Современные центры урологии, ортопедии и травматологии, а также новый муниципальный транспорт презентовали сегодня в Мариуполе. На это потратили более 70 миллионов гривен. Жителям Мариуполя больше не нужно ездить в мегаполисы за квалифицированной медицинской помощью в области урологии. Теперь здесь на месте есть современное оборудование и золотые руки. Это малоинвазивная операция. И мы гордимся тем, что мы имеем такую возможность. Возможность открыть урологический центр появилась благодаря финансированию из местного и государственного бюджетов при участии металлургических комбинатов. Только промышленники потратили 6,5 миллионов на обновление и оснащение урологического центра и отделения. Больше 18 миллионов – вклад в городских властей. Это, в свою очередь, стимулирует и дальше совершенствуется заниматься подобными вопросами совместно и с политиками, и с городской властью во благо жителей нашего города. Мариуполь является примером для всей страны, как нужно развивать медицину, считает народный депутат Украины Олег Ляшко. Если вы приходите в лекарню, чтобы у вас была нормальная допомога. Лекарь золотые руки, но чтобы у них умов были. В первой городской больнице отремонтировали и травматологическое отделение. Установили новое оборудование. Свою операционную врачи теперь называют «космодромом» из-за ее высокой технологичности. Олег Ляшко в свою очередь пообещал работать над повышением зарплат врачей и медперсонала. Благодаря поддержке лидера радикальной партии Мариуполь получил инвестиции на сумму 150 миллионов гривен, отмечает мэр Вадим Пойченко. На эти деньги уже в нынешнем году будут отремонтированы две школы и два дома для переселенцев. Его заслуга была привлечь, добиться от премьер-министра Украины, то есть это была совместная работа мэрии Олега Валерьевича при личном его участии, чтобы Мариуполь получил этот финансовый ресурс. Сегодня этот финансовый ресурс есть. Строительство мы с вами видели, ездили регулярно на эти объекты, оно идет, соответственно будет открытие, и люди дождутся того, что мы обещали. Свои обещания власть выполнила и в программе развития городского транспорта. Сегодня в Мариуполе презентовали 14 новых автобусов, которые будут обслуживать отдаленные районы города. Елена Гнездила, Виктор Зубенко. Специально для телеканала Донбасс.